В ночь с 10 на 11 апреля состоится не только бой за титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе между Максимом Власовым и Джо Смиттом, но и еще один российский боксер проведет крайне любопытный поединок. Сергей Лепинец встретится с американцем Жареном Энисом. И здесь Лепинец выступает в своем стиле. Для него нет авторитетов, он готов броситься в бой с любым соперником. С виду ситуация крайне опасная. У Эниса 26 побед, 24 из них нокаутом и ни одного поражения. Ему 23 года, он полон сил, а последние 8 боев были страшными для его соперников. Это было не просто 8 побед подряд нокаутами. В каждом из этих поединков его соперники обязательно были в нокдауну. То есть боец крайне хорошо бьющий и очень опасный. И именно на этого бойца уходит Сергей Лепинец, даже не в статусе чемпиона мира и не претендуя на бой, просто для того, чтобы заполнить паузу. С виду кажется, что Сергей Лепинец здесь выступает в роли жертвы для молодого американца, которому дают бывшего чемпиона мира для того, чтобы подняться по рейтингам выше. И это подтверждается по рейтингу бокс-рэкс, где они находятся на смежных позициях. Но взглянем на статистику, что скажет она. Полное преимущество на стороне американского боксера. И особенно заметно, насколько велико это преимущество в размахе рук. Здесь разница весьма чувствительная, практически 20 сантиметров. Также американский боксер заметно моложе и выше российского спортсмена. И это вновь говорит не в пользу Сергея Лепинца. Ко всем проблемам Сергея Лепинца можно добавить и его крайний поединок против канадца Кассио Клейтона. Здесь случилась совершенно неожиданная ничья, хотя, казалось бы, канадец номинально куда более слабый боксер, чем россиянин. Тем не менее, Клейтон действительно удивил. Про слов Сергея Лепинца, удивил он прежде всего своей тактикой, поскольку действовал Клейтон в совершенно несвойственной себе манере. И Лепинец не сумел к нему адаптироваться. Кроме того, Лепинец боксировал в новом для себя стиле, держа на протяжении всего боя руки у своего лица. Это его собственные слова, но в поединке с Макей Гараси, например, видно, что, в общем-то, в такой тактике Лепинец проявился и раньше. Хотя обычно, и это справедливо, руки у него были опущены ниже. То есть, непривычная новая тактика своя, и тем более непривычные действия соперника скандались на действиях самого Сергея и результате этого боя. Но казалось бы, что все-таки, если Тобовец действительно очень классный, то должен уметь адаптироваться, пристраиваться к сопернику. Здесь этого не произошло. И большой еще вопрос, умеет ли Лепинец адаптироваться к стилю своего более опасного американского соперника, который умеет не только убегать и защищаться, но и мощно бить. Ну, не хотелось бы оправдываться насчет ничьи, но на самом деле нам меняли три раза дату боя. Мы долго готовились к этому, почти полтора года все дотянулось. За две недели до боя нам еще сказали, что мы деремся совсем с другим. Потом поменяли вообще дату еще раз. Потом поменяли соперника, и соперник сам поменялся. Во-первых, он дрался в одной манере, а потом, как начал драться со мной, встал в другую манеру, совсем по-другому боксировать. И не скажу, что он был какой медленнее или бьет слабее, чем Джерон. Это отличный боец, хороший соперник. Джерон Эннис – это совершенно не то, что было с Кастео Клейтоном. Это боксер совершенно другой формации. Он любит атаковать, давить и ломать своих соперников. Этот вот боксер будет точно навязывать свой стиль. А я не помню, чтобы кто-то помимо Майки Гарсия, слепенцу навязывал свой стиль бокса. Здесь Сергею будет неудобно. Тем более, что Эннис умеет сильно и мощно бить под разными углами. Исходя из тех пылинков, что я видел, ну, можно судить, наверное, о Эннисе в первую очередь по бою с Бактийором и Юбовым. В отличие от других соперников, казахстанский боксер сумел навязать хоть какие-то проблемы американцу. И особенно на бою с близкой дистанцией. Нет да нет, но вот пропускает Эннис апперкоты. Хотя, кто бы его ни бил, у Энниса не было заметно ни состояния дроги, ни даже легкого потрясения. Все свои поединки он контролировал от и до. А еще более опасным Эннисом делает то, что он разносторонний боксер и умеет очень грамотно разбивать защиты своих соперников, меняя этажи и углы атак. У парня весьма мощный удар и к тому же невероятный по сравнению с Сергеем темп поединка. Удар намного резче и жестче. И если они сойдутся на средней или ближней дистанции, здесь полное преимущество у Энниса, даже несмотря на то, что ему удобнее действовать в дальней дистанции, учитывая такое преимущество в длине рук. Сергею будет крайне сложно, ведь, в общем-то, он является довольно тягучим боксером. Взрывной скоростью Сергей Лепенец никогда не славился. И свои лучшие поединки он провел против тех боксеров, которые просто стояли на ногах и давались обить. Конечно, там были и размены, но удары у Сергея были мощнее, и тем самым он же сломал Ламонта Питерсона. А вот как будет сломать Джорана Эннисом, мне просто непонятно. С боксерами такого уровня, конечно же, Лепенец встречался. Тот же Майки Гарсия. У Энниса таких соперников не было. Но, с другой стороны, и Лепенца-то по-настоящему никто так сильно не бил и не прессинговал. Тот же Майки здесь, по сути, скорее на скорости, чем на мощи. А вот Эннис будет очень жестко прессинговать. И здесь за Лепенца, ну, большая тревога. И если я говорил, что поединки Максима Власова и Джо Смита шансы у «Руссиянина» примерно составляют 25%, то у Сергея Лепенца, на мой взгляд, их не больше 10. Все-таки очень мощный и крепкий Эннис. Когда он пропускал удары, он на них не реагировал, пропускал он их мало. А сам бил, ну, это я уже сравнивал его с молодым Эриллом Спентом. Здесь никому не будет просто. Да, позиция сейчас у Энниса весьма была слабой. У Лепенца она, конечно, выше. Но, с другой стороны, никто из соперников Сергея не бил с такой мощью, яростью и разносторонностью, с каким работает Эннис. Даже Майки Гарсия. И поэтому, мне кажется, что здесь мнение может быть только однозначным. Это будет победа молодого американского проспекта. Ну, и, скорее всего, досрочная. Причем, я это говорю, знаю, что не видел никогда Сергея в тяжелом положении или в нокдаунах. Но, все бывает впервые. И вот Эннис производит впечатление большого будущего. Ну, а удастся ли Сергею Лепенцу это будущее немного отложить, мы узнаем уже совершенно скоро. А что вы думаете об этом противостоянии? Как вам стиль Энниса? Что вы думаете о последнем поединке Лепенца? Пишите комментарии. Будет интересно поговорить.